Хочу тем временем пообщаться с нашими коллегами из Ялты. На ЮБК многие берегоукрепительные сооружения находятся в плачевном состоянии. Например, в Семизе не могут найти подрядчика для возведения новых сооружений. Чем грозит промедление в строительстве, мы сейчас узнаем у наших коллег из Ялты. На прямой связи со студией Виктория Шевченко. Вик, доброе утро. Какие меры принимают для решения этой проблемы? Доброе утро, коллеги. Действительно, проблема берегоукрепительных сооружений, их разрушение очень остро и давно стоит на южном берегу Крыма. Что предпринять, как решить эту проблему, мы поговорим с гостем в нашей студии, кандидатом геологических наук, бессмертным Андреем. Андрей Филимонович, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, почему не ремонтировались берегоукрепительные сооружения? В чем проблема и чем грозит нам дальнейшая не реконструкция данных объектов? Дело в том, что проблемой Крымского побережья и формированием его рекреационной зоны основной проблемой является отсутствие пляжа накопительных материалов. В чем суть этого момента? В том, что реки южного берега Крыма зарегулированы и они не поставляют гальку на сегодняшний день, не поставляют гальку в морскую среду, которая потом должна была бы распределяться и формировать пляжные территории. Поэтому пляжи южного берега Крыма всегда должны были эксплуатироваться с подсыпками ежегодными. В некоторых моментах, может там через некоторое время, но периодическая подсыпка пляжевого материала должна происходить. Естественно, что море забирает этот пляжный материал, но именно он является волногасящим элементом, который спасает набережные, волноотбойные стены и позволяет им как можно дольше существовать. Вот режим этого эксплуатационного, эксплуатационный режим, он был нарушен. И на сегодня пляжи все меньше и меньше. То есть ширина пляжей в среднем по южному берегу Крыма от 5 до 10 метров. Есть уже критичные моменты, где люди прямо под стенкой загорают и не могут лечь, по сути говоря. В эти моменты уже начинается подмыв подпорной стены, волноотбойной. Как только подмыв произошел, начинается ее опускание. И процесс разрушения уже переходит в зону набережной, которая существовала, допустим, над этим пляжем. Поэтому необходимо обязательно выполнение подсыпок. Но многое берегозащита, участки берега у нас, естественно, есть в федеральном подчинении, есть в частном, есть какие-то санаторные, структурные подразделения. Проблема безопасности на сегодня начала возникать. И об этом говорят. Но финансирования на это, к сожалению, нет. А кто должен выделять финансирование? Ну, вообще, учитывая гидротехническое строительство и ее содержание, это достаточно дорогостоящее удовольствие. И такие деньги, вероятнее всего, федеральный бюджет должен тянуть. Конечно, какой-нибудь частник, он просто не сможет такие деньги вкладывать. То есть, если мы не будем ремонтировать, реконструировать наши берегоукрепительные сооружения, то море просто съест набережные? Да, в конце концов обрушатся подпорные стены, подмоется набережная, опустится ее покрытие. И особенно, есть же еще понятие аномальных штормов, на которые эта берегозащита, в общем-то, и не рассчитана. Там однопроцентные запасы брались, когда ее разрабатывали. Но есть еще полпроцента, 0,1%. Это аномальные штормы. Вот у нас, в частности, был такой шторм в 97-м, ну, в середине 90-х годов, я точно не скажу. Но на тот момент даже в грузовом порту, мол, разрушило полностью. Семь пароходиков вот этих курортных, они затонули, находясь в порту, не на открытом рейде даже. То есть бывают и у нас и такие аномалии, и такие шторманы, которые даже не рассчитаны, существующие берега укрепительные. Да, стихия нам помогает, ну, в кавычках, помогает в этом вопросе. И вот ряд берегозащитных сооружений, которые уже пляжи, ну, удерживают, да, вот эти наши буны, так называемые гребенки их еще называют. Волнорезы, да, как пирсы. Их называют, да, пирсы. Ну, пирсы – это уже причальная составляющая. Они существуют для того, чтобы погасить волну и чтобы эта волна не смогла забрать пляж. Но вот этот аномальный какой-нибудь шторм, головную часть буны, это та, которая морская, самая мористая часть, подмывает, и начинаются опускания, и уже эффект волнореза, волногошения вот этого, обрушения волны не происходит. И она начинает в обратном, когда откат идет, она забирает этот пляжик за собой. А вдоль береговые течения уже его тянут. Андрей Филимонович, я так понимаю, что нам надо просто их ремонтировать. Если мы отремонтируем, то у нас никакой проблемы не будет. Просто необходимо, я так понимаю, финансировать. Периодический капитальный ремонт, да, должно быть финансирование, и необходимо провести и выполнить генеральную схему нашей берегозащиты, в которой все это... Спасибо вам, Андрей Филимонович. Я понимаю, что проблема решается. Спасибо, что у вас есть на нее такой объективный взгляд и понимание, как решить эту проблему. Это самое главное и самое важное. Я думаю, что она обязательно у нас разрешится. Да, и я надеюсь на это. Спасибо. Коллеги, я передаю вам слово. Спасибо большое, Вик. Я напоминаю, что с нами на связи был ялтинский филиал телерадиокомпании «Крым» Виктория Шевченко.